Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики! Сегодня мы будем покрывать защитным слоем масла наши разделочные доски, которые изготовили заранее которые можно посмотреть, как изготавливались на предыдущих видео Некоторые мы уже покрывали маслом, они высохли Вот что получилось, вот наборчик из трёх дощечек и вот одна целиковая дубовая Сегодня будем покрывать также одну доску из дуба из липы, из сосны, две штуки Начнём с дубовой дощечки Мы также обработаем её оливковым маслом Масло натуральное, оливковое После того, как мы нанесём масло, насухо вытрем сухими тряпочками Чтобы не было излишков масла Получается натуральное покрытие, никакой химии И древесина будет защищена от проникновения влаги Можно будет эту дощечку мыть Вадами протирать Ничего с ней не случится Конечно, она не такая долговечная, как пластиковые доски Но зато натуральная Покрытие нанесли Теперь берём сухую тряпочку И вытираем Масло впитывается достаточно хорошо И когда высохнет, будет хороший защитный слой Даже на овощи доска почти сухая Осталось её просушить Теперь будем покрывать подсолнечным, рафинированным маслом Липовую досечку Поскольку оливковое масло более тёмное А нам не хочется делать поделку тёмной Оставить её посветлее Поэтому перейдём на подсолнечное масло Технология такая же Защита будет аналогичной Главное Тоже хорошо потом вытереть насухо Потому как подсолнечное масло Если останется в избытке Может съёжиться в шагрень То есть в апельсиновую кожу Смотрим на отблеск Видно, что Масло нанесли на все места Сейчас пройдёмся ещё по отверстиям Осталось самое маленькое И в него Нанесём масло Добавим каплю Теперь всё Теперь будем вытирать насухо Проявилась Немножко текстура древесины Ну вот теперь она стала совсем похожа на кусочек сыра Очень даже замечательно Приятно держать в руках И сырок можно порезать Ну вот Нашу кухню мы снабдили Всеми видами досок практически Сейчас перейдём на следующий объект Сейчас проявится текстура И она будет становиться всё красивее И красивее Торцевые волокна сильно впитывают масло Мы долго терпели Не запускали её в работу Зато теперь когда высохнет Можно отнести на кухню и пользоваться В процессе работы смотрим Чтобы не было пропусков Чтобы впитывание было везде Равномерным Теперь пройдём по плоскости Тут всё просто Эту сторону также можно использовать в работе Если нужно поставить на неё торт хотя бы Или ещё какое кулинарное изделие Тоже гладкая и приятная сторона Сейчас мы её защитим от влаги И она готова к использованию Так, пропитка завершена Теперь будем вытирать Теперь можно положить её посушиться Осталась у нас ещё вот такая дощечка Покроем её тоже Теперь можно вытирать Достаточно Закончили покрывать наши поделки На мой взгляд получилось всё красиво Приятно выглядит Сегодня заготовили вот такую красивую заготовочку Из которой ещё не решили, что будем делать Будет явно что-то красивое На этом разрешите попрощаться Всем спасибо, до свидания Ждите наших следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!